Февральский коридор затмений очень уникальный, потому что он происходит на планете Нептун, которая очень редко попадает под затмение по той причине, что у нее очень длительный путь прохождения по орбите. Поэтому это затмение совершенно уникально, вот как по мне, по отношению к другим. Нептун дает с одной стороны какие-то тайны, романтику, мистику. С другой стороны, он дает возможность раскрыть эти загадки и раскрыть эти тайны, стать более осознанным и более творческим человеком. То есть как раз этот коридор затмения дает возможность раскрыть в себе истинные, реальные свои способности, данные от рождения. То, что в нас заложил Творец. Причем в первую часть коридора затмения, это лунное затмение 11 февраля, надо убирать все, что мешает раскрытию творчества, мешает нахождению в себе тех энергий, которые нужны для реализации. Все то, что мешает быть самим собой, все то, что мешает реализации в социуме, все то, что мешает быть в контакте с собой и с этим миром. Потому что Нептун в том числе дает, вернее не в том числе, а в первую очередь дает работу на уровне коллективных энергий. То есть Нептун дает возможность присоединиться и быть вместе с движением всего мира. Поэтому это уникальная возможность войти в полотно судьбы всего мира и найти в нем себя. Это я и мир, мир и я. Не только на физическом уровне или социальном, а прежде всего на творческом и духовном плане. Поэтому первое затмение, оно неимоверно важное, которое лунное, в связи с тем, что на нем надо убрать все то, что мешает увидеть реальность, свою собственную реальность и реальность этого мира. Если этого не сделать, то можно просто-напросто попасть под такие очень гипнотические энергии, которые несутся со всех сторон, в частности с телевизионного экрана, либо с радио. То есть либо вы становитесь таким зомби под идеологическим прессингом различных стран, различных идеологий, различных сект и систем, либо вы становитесь самим собой и раскрываетесь как личность, как индивидуальность вместе с миром и в мире. Поэтому участие в лунном затмении, оно является той важной подготовительной ступенькой, которая находится перед непосредственно уже солнечным затмением. Поэтому, если в лунное затмение мы очищаемся, убираем препятствия внутренние прежде всего, кто захочет, может быть и внешне сможем подкорректировать, потому что мы будем обязательно выполнять практику истинных желаний, то есть проверять свои желания на истинность, комфортность, жизнеспособность и убирать все то, что мешает их реализации. Это лунное затмение. В солнечное затмение мы будем строить планы. Хочу вам напомнить, что солнечное затмение заложит программы на следующие 18,5 лет. То есть можно будет спланировать, какой вы будете, каким вы будете через 18,5 лет. Это касается и физического тела, и эмоциональных состояний, и материального плана. То есть готовиться они к зиме надо летом. Какой вы хотите или каким вы хотите стать через 18,5 лет, об этом надо думать сейчас. Потому что можно превратиться в старую развалину, а можно создать для себя совершенно иное будущее. активное, социально востребованное. И выглядеть, и проживать жизнь на совершенно другом уровне. Поэтому это затмение, это прежде всего выбор для вас. Творчество, осознавание себя, своего места в мире и своих задач, своих планов и собственной реализации. Либо оказаться под прессом идеологических и других влияний и стать таким вот зомби, которому фактически через масс-медиа говорят, что надо делать и кем надо быть. Поэтому участвовать в подобных программах или нет, выбор исключительно за вами. Что вы хотите получить в результате своей жизни? Выбор исключительно за вами. Я как мастер могу всего лишь вам предложить свое руководство в этой практике. В первой практике лунного затмения мы будем в первую очередь работать с раскрытием истинных желаний, проверкой их на истинность, экологичность, этичность и моральность. Будем выполнять практику, с одной стороны, очищения и исцеления, с другой стороны, мы будем запускать процессы омоложения, потому что это одно из самых сильных полнолуний. Вот кто участвует в моей программе «13 лун года», тот знает и может либо прочитать в моей книге «13 лун» об этом, либо прийти на занятия 10 февраля на третью луну, потому что энергии мощные и в любом случае, несмотря на то, что с одной стороны мы работаем с третьим полнолунием года, в любом случае энергии затмения уже включатся и мы будем с этим работать.